В трёх населённых пунктах Ненецкого автономного округа введён карантин по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это деревня Лабожское, село Великовисочное и Нижняя Пёша. Эпидемиологическая обстановка в поселениях находится на особом контроле властей. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения в круглосуточном режиме держит связь с медицинскими работниками населённых пунктов, закрытых на карантин. Во все поселения направлен дополнительный запас лекарственных препаратов для оказания неотложной медицинской помощи, так и для розничной продажи в сельских аптечных пунктах. Все заболевшие коронавирусом обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно по назначению лечащего врача. Кроме того, в населённые пункты оправлена большая партия дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Маски выдаются населению из расчёта их смены через каждые 4 часа. У всех пациентов с признаками ОРВИ берутся маски для исследования на коронавирус. Граждане с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся под строгим наблюдением сельских медработников и получают консультации городских врачей посредством телемедицины. Пациентов, у которых состояние здоровья ухудшается в срочном порядке, госпитализируют рейсами санитарной авиации в Нинецкую окружную больницу. Напомним, первым населённым пунктом, закрытым на карантин в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, стала деревня Лабожская. Сейчас эпидемиологическая ситуация в деревне стабилизируется. Снять карантин в населённом пункте можно будет только через 14 дней с момента получения последнего отрицательного результата теста на наличие коронавируса. Следующим населённым пунктом, в котором была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, стало село Великовисочное. За период карантина в Великовисочном совершено 5 санрейсов, эвакуировано 6 человек. На прошлой неделе по карантину была закрыта Нижнепёжская участковая больница. В связи с ростом уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией, в Нижней Пёше с 11 октября карантин введён во всём поселении. Для контроля и соблюдения домашнего режима в село были направлены два сотрудника ОМВД по Ненинскому автономному округу. Представители правоохранительных органов будут контролировать соблюдение домашнего режима жителями с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том числе изолированных по контакту. Всего за последние две недели в Нижнюю Пёше совершено 5 санитарных рейсов, эвакуировано 11 человек. По данным профильного ведомства, единичные случаи заболевания коронавирусом зафиксированы также в Верхней Пёше, Щелина и Каменке. Все пациенты с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции находятся под наблюдением местных медработников. Напомним, за нарушение режима самоизоляции, предписанного постановлением Управления Роспотребнадзора по Ненинскому автономному округу, на граждан могут накладываться штрафные санкции в размере от 10 до 30 тысяч рублей. На заседании постоянной комиссии собраний депутатов Ненинского автономного округа по экономической политике и бюджету обсудили проблемы обеспечения чистой водой жителей сельских поселений. Начальник отдела ЖКХ энергетики, транспорта и экологии администрации Заполярного района Алексей Парилов отметил, что 98% населения района охвачены организованным водоснабжением. Из них питьевое водоснабжение организовано для 90% жителей муниципального образования. Еще 2% используют либо частные скважины, либо иные способы реки и озера. В большинстве населенных пунктов качество питьевой воды требует очистки. Из 40 населенных пунктов очистные установки в той или иной форме установлены в 23 поселениях. С каждым годом и процент охвата, и качество воды улучшается, отметил представитель районной власти. Администрации Заполярного района удалось достичь значительного прироста обеспеченных питьевой водой населенных пунктов за счет внедрения водоподготовительных установок в период с 2016 по 2021 годы в Нижней Пёше, Бугрино, Каратайке, Ваучийском, Чижи, Снопе, Макарова, а также за счет выполнения большого объема работ по ремонту и модернизации ранее установленных станций в Коткино, Харивере, Лавожском, Нельмином-Носе, Индиге и Устькаре. Обеспеченность водоснабжением за последние 5 лет увеличилась с 84% до 98%, питьевой водой с 52% до 90%. В рамках муниципальной программы «Чистая вода» в 2021-2023 годах предусмотрена реализация нескольких проектов. Уже в этом году выполнен монтаж водоподготовительной установки в деревне Макарова. В ближайшее время она будет введена в эксплуатацию. Также в 2021 году заключен контракт на проектирование водопроводных сетей в деревне Лавожское. Завершение этих работ планируется в 2022 году. В следующем году предусмотрена поставка и монтаж водоподготовительных установок в деревнях Пылемец и Щелина. А в ноябре 2022 года планируется ввести в эксплуатацию установку в поселке Варнек. В 2023 году ожидается поставка и монтаж водоподготовительной установки в деревне Верхняя Пеша. В 2021 году начато и будет продолжено в 2022 году проведение геологического изучения, поиск и оценка подземных вод в селе Несь. Подобраны два участка, на которых можно организовать водозабор и санитарно-защитную зону. Будет предусмотрена система очистки. Что касается развития централизованных систем водоснабжения, они есть пока в отдельных поселениях. В целом, отметили по итогам заседания депутаты, ситуация с водоснабжением в Заполярном районе улучшается. Вместе с тем, собрание депутатов Ненецкого автономного округа продолжит держать этот вопрос на контроле. Сроки проведения всероссийской переписи населения установлены в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Жители России, в том числе и Ненецкого автономного округа, смогут самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг. Это главное нововведение предстоящей переписи. Такая возможность сократит количество социальных контактов, что особенно важно на фоне эпидемиологической обстановки в регионах страны. Электронная перепись проводится в России впервые. Чтобы заполнить переписной лист на портале госуслуг, необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале – планшет, смартфон или компьютер с доступом в интернет. Начиная с 15 октября на портале появится услуга «Пройти перепись населения». Необходимо выбрать эту услугу, заполнить ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, с кем живете. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы. Затем вы получите на почту и на мобильный телефон QR-код. Перепись на портале госуслуг значительно экономит время. Переписаться можно из любой точки планеты, где есть интернет. При этом часть данных с разрешения пользователя подгружается из общедоступных баз, например, материал стен и дата постройки дома, что тоже ускоряет процесс. Можно заполнить переписные листы в любое время – днем, вечером, ночью или утром, когда вам удобно. Портал госуслуг работает круглосуточно. Если у вас отвлекли дела, сохраните данные, продолжите перепись чуть позже. Главное – завершить заполнение до конца периода электронной переписи. Перепись на портале госуслуг будет открыта с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Переписчики обойдут жилые помещения с 15 октября по 14 ноября. Пройти всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров, оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в центральном офисе и офисе в поселке Искателей. Предварительные итоги предстоящей всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года. Отметим, предыдущая перепись населения России проходила в 2010 году. В городе Наринмаре открыли две новые общественные территории. Оба объекта реализованы с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Спортивный игровой кластер на улице Строительной в районе домов номер 10 и 11 стал победителем рейтингового голосования жителей за первоочередные объекты благоустройства на период 2021-2022 годов, проведенного в прошлом году. Многофункциональная площадка у «Радуги» включает детский игровой комплекс, канатную дорогу, скалодром, зону для отдыха, навесы и скамейки, зону спортивных снарядов для занятий воркаутом. Фишкой площадки стали объемные фигуры животных из искусственной травы. Согласно проекту, на площадке обустроено цветное травмобезопасное покрытие. Пешеходные дорожки выполнены из цветной брусчатки, установлено освещение и декоративное ограждение. Проведены работы по озеленению. Спортивный игровой кластер на строительной включает спортивную зону для игры в мини-футбол и баскетбол, зону для детей, детский игровой комплекс, скалодром, зону для отдыха, навесы и скамейки, зону спортивных снарядов для занятий воркаутом, зону для установки новогодней ели, цветное травмобезопасное покрытие. На территории выполнено озеленение, установлены ограждения и освещение кластера. Глава региона поручил проработать вопрос об установке видеонаблюдения на обоих объектах. Стоимость контракта составила порядка 40 миллионов рублей.